Привет, друзья, с вами Александр Скай, и мы продолжаем играть в Rise of Insanity. В предыдущей серии мы с вами закончили в какой-то тюрьме, нас туда то ли переместило, то ли ещё что-то произошло с нашим главным героем, и мы пытаемся разгадать запутанную тайну того, куда же всё-таки исчезла наша семья, наш ребёнок и наша жена. Хорошо, появились в той же самой камере, это замечательно. А куда идти, погоди? Только что этого значка не было, и в итоге он появился, что можно открыть дверь, ну хорошо. Блин, как же здесь темно, там какая-то дверь. Дверь вроде бы заперта. Стоит телефон, и скорее всего он ещё созвонит, и мы поэтому сюда вернёмся на него отвечать. Стремное место, тюрьма. Слушай, ну тюрьма может означать, что реально всё-таки наш главный персонаж был в чём-то виноват. 14.05.1977 года. Протокол допроса подозреваемого Эдварда. Эдвард – это наш главный герой. По делу убийства Сьюзен Доул и Теодора Доула. Допрос проводится старшим инспектором, Самуэлем Уилсоном. После многих попыток вступить в контакт с подозреваемым, нужная информация не была получена. Подозреваемый всё время только улыбается и повторяет не очень разборчиво предложение. Кошмары прекратились. Его зрение отсутствует. Он не поддерживает визуальный контакт с собеседником. Возможно, не отдаёт себе отчёта в ситуации, в которой он находится. Без присутствия судебного психолога мы не сможем получить больше сведений. Предполагается, что дело будет завершено решением о невменяемости. Ну, видишь, по крайней мере, если в этих записках есть какая-то доля правды, всё-таки означает правда, что наш доктор, наш Стивен Доулл поехал крышей. Видишь, он улыбался, смеялся. В предыдущей серии мы ещё слышали, как он сам с собой разговаривает по телефону и тоже смеётся. Ну, может быть, вы расскажете нам о своей авторской терапии. Что вы скажете, господин Доулл? Алло, вы слышите меня? Вам уже лучше? Мы можем продолжать? Отлично. Вы знали, что Стивен Доулл была беременной? Наша жена ещё и была беременной. И вот слева там можно было только что наблюдать, как сидит якобы наш доктор, как раз в этой маске чумного доктора. Джон, я знаю, что у Боумана завтра смена, поэтому я спрятала ключи от переключателей дверей камеры в надёжном месте. Не говори ему ничего об этом, пусть он немного помучается. Ещё один протокол допроса. Протокол допроса подозреваемого Эдварда, подозреваемого в убийстве Сьюзен Доулл и Теодора Доула. Допрос проводится старшим инспектором Самуэлем Уинс, погоди, мы это уже читали, и судебным психологом Ванессой Грин. Благодаря госпоже Ванессе удалось в конце концов вступить в контакт с подозреваемым, а то здесь как продолжение идёт этого допроса. Было обнаружено, что он холостой, работал садовником у господ Доулл. Он сказал нам, что в последние месяцы он принимал участие в терапии, которая должна была его вылечить от лёгкого раздвоения личности. Он признался в убийстве своей жены и ребёнка, но, как он подчеркнул, он сделал это во сне, потому что доктор Доулл велел ему это сделать. Это было частью его терапии. В итоге мы кое-что узнали. Необходимо поговорить с доктором Доуллом. Ну что ж, друзья, кажется, вот сейчас уже потихонечку-то всё-таки ситуация проясняется, и наш доктор, именно он, как я уже и догадывался, страдал раздвоением личности. И, по всей видимости, он думал, что когда он тот самый садовник, он находится во сне всё это время, и в этих снах он почему-то мечтал убить свою семью, и в конечном итоге, судя по всему, он это сделал. Так, эта дверь закрыта. Хорошо, здесь хранятся разнообразные различные вещдоки, как я понимаю. И, может быть, здесь мы найдём что-то полезное как раз по поводу нашего дела. Ну, блин, вроде бы ничего не видать, да? Не знаю, ничего не пропустил? Хорошо, тогда просто уходим. Но мы вышли в тот же самый коридор, просто немножечко с другой стороны. Хорошо. Пройдём до конца коридора и посмотрим, что там ещё есть интересного. Слышны звуки автомобилей где-то за окном. Мы находимся то ли в каком-то суде, то ли в участке, да? Протокол допроса свидетеля Стивена Доуэлла по делу убийства Сьюзен Доуэлл и Теодора Доуэлла. Допрос проводится старшим инспектором Самуэлем Уилсоном. Свидетель взволнован, с ним нет контакта. Это понятно в данном случае. Он не сказал ничего, чего мы бы не знали. После убийства на страницах печати появились многие отзывы и комментарии психологов. Свидетель только сказал, что его лечение оказалось весьма неэффективным. Он не прокомментировал это. Ну, блин. Здесь висит замок, ребят. Погоди. Ну, вообще, можно, конечно, попробовать и так подобрать. Здесь был бы пароль. Замок, мне кажется, весьма легкий. Но, с другой стороны, нафиг этим заниматься, если проще найти какую-нибудь подсказку. Предыдущий раз одна из подсказок была вот на таких плакатах, да? Там мы прочитали цифры в кабинете окулиста. Погоди-ка, ну-ка. А, вот, видимо, и подсказочка. Стоят какие-то точки и дефисы. Но я пока не особо что-то понимаю, а что с ними надо делать. Что это такие за ребусы? Хрен их знает, что это означает. Азбука Морзе? И что она означает? А, погоди-ка. Там есть короткие сигналы, а есть длинные. По всей видимости, мы должны разобраться, что там в азбуке Морзе. Какая цифра что означает? Так, секунду. Было первый раз, было три коротких и два длинных. То есть это цифра три. Второй раз. Три. В самом конце идет семерка, вот вторую цифру я не понял. Три-два-семь, ребят. Все, мы, короче, разгадали азбуку Морзе. Блин, пытаюсь все время закрыть и на эскейп, но не получается. Три-два-семь, давай вернемся назад. Погоди, мы еще не все, правда, посмотрели. Три-два-семь, надо просто запомнить. Сначала крутим вправо, потом влево, и потом еще раз вправо. Три вправо, два влево, семь вправо. Давай, три вправо, два влево, семь вправо. А где этот замочек-то висел? Хорошо, три вправо, два влево, семь вправо. Секунду. Чего? Раз, два, три. Раз. А, все, то есть до двойки, а здесь теперь до семерки, да? Понятно. Ну, в принципе, это было несложно, весьма забавно. Взяли какой-то ключик. Блин, здесь очень темно, не видно, что это такое-то вообще. Ясно, взяли, ребят, какой-то ключ, и, скорее всего, можно выйти отсюда, да? И там загорелся свет, там, где его не было, сзади. Это может значить, что нам именно туда и надо бежать, то есть на выход. Хотя нет, тут тоже не было света. Блин, в какую сторону-то идти? Я немножко запутался. В этих дверях здесь их так много. Может быть, в эту дверь? Нет, тоже нет. А вот и какой-то замок. И здесь есть переключатель. Что он нам дает? Зазвонил тот самый телефон, к которому мы должны были еще вернуться и посмотреть, что в том кабинете у нас находится. То есть там открылась клетка, да? Ну да. Что ж, давай. Слушай, Боуман, пришли мне какого-то врача для сумасшедших, потому что я... Блин, не успел прочитать. Потому что я, наверное, бессилен в случае с этим доктором, у которого раздвоение личности. Появились в странном кабинете. Как страшно, здесь открываются двери с таким звуком. Июньское издание. Исследование, проведенное группой доктора Маслоу, не должно приниматься во внимание в ходе расследования. Доктор Маслоу мог повлиять на это расследование, чтобы помочь своему другу, сказал доктор Бандура. Доктор Доуэлл был известен своими спорными методами лечения и тем фактом, что в прошлом он, вероятно, привел к смерти своей пациентки, добавляет он. Да, то есть, оказывается, у доктора Доуэлла уже было все плохо в этом плане. Он проводил какие-то эксперименты в отношении своих пациентов, и даже кто-то умер от этого. Июньское издание. Трагические события, которые случились у моего друга, сильно повлияли на его психологическое здоровье, говорит доктор Авраам Маслоу, друг доктора Стивена Доуэлла, подозреваемого в манипулировании, которое привело к убийству его семьи. «Я также опровергаю слухи, что Стивен делал вид, что он невменяемый. Он был исследован мною и несколькими другими психологами и психиатрами, которые были для него незнакомыми», добавляет доктор Маслоу. То есть, доктор Маслоу – это наш друг, с которым Стивен постоянно переписывался, и эти записки мы находили дома, он был полностью уверен в том, что Стивен невменяем. «Я открываю судебное заседание против Эдварда по делу убийства Сьюзен Доуэлл и Теодора. Обвинитель или защитник хотят что-то сказать в качестве введения?» Вначале я хотел бы ввести в доказательный материал медицинское заключение о невменяемости моего клиента Эдварда и голосовые записи. «Господин Эдвард, расскажите нам о ваших отношениях со Сьюзен, женой присутствующего здесь Стивена Доуэлла, который пытался вас вылечить. Я хотел бы ввести в доказательный материал документы по вскрытию трупа Сьюзен, на основании которых высокие суды и состав присяжных могут узнать, что жертва была убитого беременной». Жертва была убита беременной, ну, находясь, наверное, в этом положении. «Я открываю судебное заседание против Стивена Доуэлла по делу превышения профессиональных полномочий перед Эдвардом, что стало причиной смерти Сьюзен. Обвинитель или адвокаты хотят что-то сказать в качестве введения?» «У моего клиента, как врача, всегда на первом месте было благо пациента. В доказательствах высокий суд может прочитать о многих трудных пациентах, успешно излеченных подсудимым. Он пытался во что бы то ни стало вылечить своего пациента Эдварда. Я хотел бы ввести в доказательный материал описание одной из терапий, использованных подсудимым, которая, как мы читаем, также закончилась неудачей. Девушка, страдающая подобным заболеванием, как Эдвард, покончила жизнь самоубийством в результате терапии. Разве подсудимый отдавал себе отчет, что его жена Сьюзен была беременной не от него, а от Эдварда? Короче, здесь проходил суд, но непонятно, что делает наш Стивен все равно здесь сейчас. Потому что, ну, по идее-то, мы должны быть в тюрьме там или в психбольнице после всего происходящего. А вот мы и появились в психлечебнице, да? Хотя это не похоже на психлечебницу, потому что здесь всякие железные штуки есть, обычно психбольным такое не дают, такое в их кабинеты не ставят. Стивен, я могу пригласить тебя в мой кабинет? Причем на этом оборвалось его сообщение, но что-то было все равно дальше еще написано. Это странно, потому что, ну как, он реально сказал, Стивен, can I что-то там in my office, и все. Это твой офис? Сюда мне надо было прийти или нет? Мать и ее семилетний сын убиты. Женщина получила 30 ударов ножом, а через два дня спустя мальчик был задушен во время сна. Ну, это мы уже знаем и видели. Все эти действия были совершены отцом семьи. Как ты себя чувствуешь сегодня? Все в порядке? Я думаю, что пора показать тебе кое-что. Я приглашаю тебя в соседнюю комнату, садись удобно и чувствуй себя как дома. Давай. Куда сюда? Ну, давай. Я готов сесть и посмотреть, что там покажет мне проектор. Проектор, судя по всему, должен показать ход, может быть, событий, что там происходило. Или опять мою дурацкую терапию, которая никому не помогала. Эти журналы мы не можем посмотреть, взять их, как-нибудь взаимодействовать. Короче, да, пойдем тогда зайдем еще раз в этот кабинет. Может быть, закроемся, да? Ну, закрылся. А почему он не садится-то? Секунду, секунду, а что... А, все, проектор надо было включить. Наши отношения умирали день от дня. Стивен относился ко мне, как к соседке по квартире, к нежелательному человеку, с которым он жил только потому, что каким-то образом это отвечало его интересам. Я начала жить прошлыми воспоминаниями, проекциями, которые были такими прекрасными в моей голове. Так совершенными. Стивен всегда был в них таким, как много лет назад, когда мы переехали в новый дом и планировали устроить большой сад только для нас. Эти воспоминания давали мне силу, позволили мне выдержать с надеждой, ждать завтрашний день. Первый раз я думала, что, может быть, и я мечтаю, или проекция воспоминаний о нем стала абсурдно сильной. Он пришел ко мне как прежде, весело улыбаясь, с искрами в глазах. Такие же ситуации повторялись в течение следующих недель, но я вместо того, чтобы искать их источников, ждала возвращения любящего Стивена. Хотя бы на несколько секунд, чтобы почувствовать себя, как много лет назад. В начале наших отношений Стивен часто рассказывал мне интересные факты мира психологии. Еще как студент, он встретился со случаем пациента, в теле которого проживало много разных людей. Этот случай мне хорошо запомнился, так как он мне показался очень захватывающим. Так много разных личностей в одном теле, отличающихся друг от друга коэффициентом интеллекта, убеждениями, талантами или даже остротой зрения. Я старалась держать в тайне болезнь мужа, чтобы встретиться с Эдди, его второй личностью, чтобы почувствовать счастье, хотя бы на минуту, чтобы исполнить свои мечты. Во время нашего романса мы часто встречались в саду. Сегодня я снова говорил о Сэдди. Но он находится в плохом состоянии. Терапия Стивена даже его начала пугать. Он утверждает, что ему придется сделать ужасные вещи, чтобы выздороветь и, наконец, отдохнуть. В крайнем случае, я отправлю эту запись Аврааму. А здесь мы уже, ребята, нашли с вами все ответы на наши вопросы. То есть, жена записала это видео, потому что она, видимо, боялась, что что-то может произойти. И она захотела записать это видео для доктора, второго врача Авраама, который, может быть, смог бы помочь, допустим, Стивену все-таки прийти уже к какому-то умозаключению по поводу всего происходящего. И, оказывается, Эдди, тот самый человек, который угрожал нашей жене, тот самый садовник, это и есть доктор Стивен Доуэлл. Нифига себе. Блин, ну, интересно, в принципе. Ну, я подозревал, что все так и случится. Реально, раздвоение личности — это хреновая тема. А, там какой-то стул. Здесь мы можем сесть. Ну, давай. А, нет, здесь уточка лежит. Хорошо, давай выйдем отсюда. И теперь мы появились опять в каком-то здании. Это не наш дом. Смеются дети. Это детская комната нашего малыша. Какой жуткий смех. Ну, все, крыша поехала у доктора. Я понял. И теперь мы появились в собственном саду, в котором мы с вами уже тоже ходили, бродили, но вот в эту дверь мы как раз зайти не могли. И сзади захоронение. А почему так много захоронений? Аж четыре штуки. Блин, я вообще ничего не вижу. И свет в конце тоннеля, да? Просто идем вперед. По всей видимости, мы приближаемся уже к концовке. Ну, точнее, это уже есть концовка данной игры. Идем по прямой. Летают всякие птички. Доктор наш сходит с ума. Ну, и время послушать музыку. Идем по-птички. Идем по-птичкам. Субтитры сделал DimaTorzok Это может означать, что, например, наша вторая личность Эдди, все-таки мы его из себя выжили под конец, да, и избавились от него. Но в таком случае, что тогда случилось со Стивеном, не особо остается понятным. Ну, скорее всего, его просто упекут в психушку до конца своих дней, потому что он все-таки перебил всю свою семью из-за того, что у него поехала крыша, и он будет признан невменяемым. Поэтому, да, залечит там уже в усмерть нашего пацана. Ладно, друзья, на этом подходим к концу. Мне игра понравилась, мне показалось, она такой, ну, интересной, захватывающей. Была какая-то атмосфера, и, в принципе, было интересно ее проходить, изучать всякие записки, приходить к какому-то выводу по отношению того, что вообще здесь происходит и так далее. Спасибо за игру, поделитесь своими впечатлениями о игре на сайте, ла-ла-ла. А вы, ребят, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, подписаться на паблик ВКонтакте. И на этом, пожалуй, все. Желаю всем всего хорошего. С вами был Александр Ска. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин